Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши переспонденты в студии Наталья Белошева. Первый обвиняемый. Задержан человек, который сознался в убийстве Ирины Ноздровской. Кто он? Задержан человек, который сознался в убийстве Ирины Ноздровской. Почему звезды надели Total Black? Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, тело которой было найдено 1 января, задержан. Об этом сегодня заявили в национальной полиции. Кто же этот главный подозреваемый и каковы мотивы жестокого убийства, мы узнаем от Богдана Вербицкого. В деле об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской появился обвиняемый. Об этом заявили правоохранители во время специального совещания. Впрочем, имени подозреваемого не сообщают. Был задержан подозреваемый. В настоящее время идут активные следственные действия, работают с личи. И в то же время продолжаются активные поисковые мероприятия, можно сказать, оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможных свидетелей-очевидцев. Подозреваемого уже допрашивают. Полицейские не исключают, что у преступника были сообщники. Нас полиции уверены, если найдут свидетелей, у них появится больше доказательств. И они помогут восстановить полную картину произошедшего. Это все будет перепроверено в результате, в ходе следственных действий, для того, чтобы быть уверены, что мы действительно установили особу, которая скояла этот злочин и доказали его вину в этом. Нельзя еще утверждать, был ли он один, а у него были какие-то помощники, которые принимали участие. О задержании подозреваемого еще с утра на своей странице в фейсбуке сообщил журналист Айдер Муждабаев. Журналист уверяет, со ссылкой на свои источники, что предполагаемый преступник еще вчера дал показания и признал свою вину. Якобы он близкий родственник Дмитрия Рассашанского, сбившего на автомобиле сестру Ноздровской. Тогда, благодаря усилиям Ирины, самого Рассашанского приговорили к 7 годам тюрьмы. В том, что к убийству правозащитницы причастен Рассашанский, не сомневается и дочь убитой, Анастасия. В интервью интернет-изданию «Интерфакс» она заявила, круг подозреваемых у полицейских был довольно широк, но главная версия все же месть Рассашанского. Напомню, тело Ирины Ноздровской нашли утром 1 января в реке вблизи села Демидов. Близкие погибшие утверждают, что им и самой Ноздровской постоянно угрожали. Похороны правозащитницы состоятся завтра в селе Демидов. Богдан Вербицкий, подробности, телеканал «Интер». Замначальнику главного управления нацполиции Дмитрию Буту грозит отставка. Об этом заявил нардеп Сергей Каплин. Поводом стали ответы прокуроров на многочисленные обращения народного депутата. В официальных письмах сказано, что предоставленные нардепам материалы приобщат к уголовному производству против Дмитрия Бута, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов и недостоверном заполнении электронных деклараций. Именно поэтому, по мнению Каплина, на время следствия Бут должен оставить свой пост. У нас есть ответы правоохранительных органов. Дорогая ответы. Сначала это было НАБУ, далее НАЗК, далее Генеральная прокуратура, сегодня прокуратура Киевской области и города Киева ответили нам про то, что занимаются вопросом Бута. Сперва хочу наголосить, что социалистичная партия Украины, вместе с просторгами, социал-демократичной партией, гражданской общественности, будет добиваться, чтобы Бут на час расследования его гучной коррупционной справы покинал главы национальной полиции. Потому что он впливает на следствие, потому что он продолжает дальше заниматься глобальной коррупцией, коррупцией на десятки миллионов долларов, а это те деньги, которые могут пойти на пенсии, на зарплаты и на стипендии. Даже суток не продержалась рождественская тишина в зоне АТО. Весь минувший день боевики не открывали огонь, но уже поздно вечером они обстреляли район Верхнеторецкого. И вот уже сегодня, с начала суток, шесть провокаций. Украинским армейцам несколько раз приходилось отвечать на эти обстрелы. Все подробности о ситуации на передовой расскажет Геннадий Вивденко. А так, что заканчивали, где учились? А вот это что? Летит. Что это? Тихо, тихо, тихо. Это мина? Да, это уже не смешно. Это уже не смешно. Еще одна летит. Это обстрел украинских позиций под Авдеевкой из миномета 82-го калибра. Слава богу, все живы. Передвигаться по позициям далее крайне опасно. А что, пригибаемся? Ну вот, пожалуйста. Это АГС работает. Через каждые полчаса работает, провоцирует нас. Но мы не отвечаем. Здесь под Авдеевкой стоят элитные подразделения украинской армии, десантники. Со вчерашнего вечера под огнем. Российские оккупанты активизировались. Хотят, наверное, войну развязать опять. Наша реакция, что делаете? Просто прячетесь? Просто наблюдаем и все. Смотрим, чтобы не пошли в атаку. У них цель одна. Вот, пожалуйста. Опять. И вот это вот постоянно. Вот так постоянно, каждое утро начинается с вот этого стрельба. А еще и снайпер завелся. Наибольшая опасность? Ну, очень наибольшая опасность снайпер. Вот здесь это место надо проходить очень осторожно, очень быстро. С той стороны работает снайпер. Вот в таких условиях здесь находятся наши воины под Авдеевкой. Чувствуете себя как дома? Очень крайне профессионально, потому что бьет прямо в голову. Да, и ловит за секунды. Ловит вообще так, молния ноги. Это АГЭС или что-то? Ну, да, похоже на АГЭС. Только вот куда непонятно. Пока пулемет на огневой позиции молчит, десантники укрываются от огня. Провокация, вы сами почули, что было. Сначала перемирие ворога трешки свои обстрелы понизил. Мы поддерживаемся Минских угод и договоренности тристоронней контактной группы. Мы лишь спостерегаем. Каждые полчаса, час идут так называемые прострелы со стороны противника. Ситуация под Авдеевкой не колена. Прилеты постоянно. Вечером интенсивность. Большая идет, плотная огня. Днем поменее. Ну, вот сегодня уже 8 число. То есть парни начинают уже по дню работать. В открытую. Наши первым делом докладывают командованию. Если есть угроза жизни военных, тогда открывают огонь. Но пока оттуда приказ наблюдать за противником. Через полчаса под Авдеевкой боевики снова стреляют. Есть какие-то соглашения подписаны на государственном, межгосударственном уровне. Ну, мы их придерживаемся, как военнослужащие. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. И один украинский боец в зоне АТО получил ранение во время выполнения боевого задания. В Минобороны сообщили, что он подорвался на неизвестном устройстве в Луганской области. Военного госпитализировали. Он находится сейчас в тяжелом состоянии. Но ему оказывают всю необходимую помощь. В НАТО намерены возобновить переговоры с военным руководством России. Впервые с 2014 года, когда был аннексирован Крым. По данным издания «Европейская правда», уже в январе командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скаппаротти может встретиться с руководителем генштаба российской армии Валерием Герасимовым. В свою очередь в альянсе подчеркнули, что стратегию в отношении России они менять не собираются. А о формате будущего общения сообщат дополнительно. В Одессу зашел американский эсминец. Впервые в этом году «Карни» пришвартовался сегодня утром. В июле прошлого года этот корабль принимал участие в международных учениях «Сибриз-2017». В Одессе он пробудет до 11 января. И, как сообщает командование 6-го флота ВМС США, цель этого визита – операции по обеспечению безопасности и укреплению связи с партнерами НАТО. Клиника без врачей. На празднике в больнице скорой помощи во Львове помощи ждать не от кого, как утверждают местные активисты. Куда делись медики и что делать пациентам, выясняла Галина Якошко. На этом видео львовская активистка Галина Янко ходит по второму неврологическому отделению больницы скорой помощи. В пустых коридорах даже слышно стук каблуков. Женщина ищет врача. Ее бабушку доставили сюда с инсультом. Вчера с утра на Рождество ни один врач к пациентке не пришел. Как и к соседке по палате, тоже пожилой женщине. В своих комментариях пользователи интернета тоже рассказывают подобные истории. Если у больного нет родных, которые будут требовать появления врача, к нему никто не придет. Сегодня 8 января, тоже выходной, на часах 11 утра. Мы идем в больницу скорой помощи, посмотрим, есть ли врачи сегодня на рабочих местах. Дверь в ординаторскую закрыта на ключ. В коридоре встречаем медсестру, просим позвать врача. Дежурный врач появляется через час, завидев нашу камеру, пытается скрыться. В этом отделении около 70 больных, у большинства инсульт, некоторые не могут передвигаться. На дежурстве 4 медсестры, санитарки и один врач. Активистка Галина Янко уверена, уделить внимание всем он не в состоянии. Если посмотреть по графику обхода лекарей с 9 до 10, это година часа. Теперь делаем 60 минут на 71 пациента. Это сколько? Можешь 85 секунд. Впрочем, есть и такие пациенты, которых ничего не смущает. В управлении здравоохранения такое количество медперсонала в выходной день считают нормой. Мол, со всеми больными справляются. Это расхождая побудовая думка, что лекарь должен сидеть и держаться за руку. Это неправда. Ниже в мире такого нет. Я вам скажу, делать заявки о том, что отсутствие лекарей для тяжелого допомоги, это заявки, избавленные любого здорового доступа. Впрочем, увеличить количество врачей и медсестер вполне возможно. Вот только для этого нужно сократить расходы и закрыть как минимум две больницы в городе. Естественно, на такие меры никто в департаменте здравоохранения не пойдет. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. Во Львове женщина сбила двоих полицейских. Все началось с того, что она выехала на своем авто на встречную полосу, на трамвайные пути. Патрульные подошли, попросили показать документы, а женщина в ответ завела двигатель и рванула с места. По пути она зацепила одного из полицейских, его отбросила на тротуар, потом наехала на второго, протащила его на капоте 500 метров и скрылась после этого. Ее нашли на другом конце города, машину арестовали. Как оказалось, у женщины не было прав. Их забрали несколько месяцев назад за вождение в состоянии наркотического опьянения. Один патрульный знал незначных забоевцев, которого откинуло на тротуар. Другий патрульный знал больше тяжких травм. Это поломанный палец, забои потилочной частины головы, численные забои рук и ног, порвана форма, запасованные спецзасобы. А в Днепре неизвестный вместо того, чтобы расплатиться за поездку, исполосовал таксиста ножом. Потом вытолкнул его из салона, а машину угнал. Происходящее увидели коллеги. Таксист, началась погоня. На одной из улиц нападавший попал в аварию, бросил машину и сбежал. Сейчас его разыскивает полиция. Преступнику грозит до 15 лет тюрьмы. Прострадавший находится в больнице. У него множественные ножевые ранения, пробито легкое. Таксист потерял много крови, и состояние его врачи оценивают как крайне тяжелое. На спине множественные колоты резаны. Было ранение кисти. И спереди тоже в районе шеи, грудной клетки. На данный момент состояние стабильное, пока речи угрозы жизни нет. Задымление в детской больнице Запорожья. Когда повалил дым, в отделении находились 11 младенцев. Пожарные, которые приехали на вызов, обнаружили, что в подсобном помещении на первом этаже произошло короткое замыкание. В этот момент все малыши были в боксах. И хотя электроэнергию спасатели отключили, на работу аппаратов это не повлияло, так как у каждого из них есть свой блок питания. Помещение проветрили. Ни персонал, ни детей эвакуировать, к счастью, не пришлось. До трех лет тюрьмы грозит участникам ноябрьских беспорядков в Брюсселе. Несколько молодых людей обвиняются в том, что они воспользовались протестами в корыстных целях. Какую тактику они использовали, расскажет Елена Абрамович. Она в Бельгии. Победа марокканцев в футбольном матче, встреча подростков с ютуб-блогером и демонстрация против рабства африканцев. Казалось бы, что тут общего? Ответ. Все эти события закончились погромами и агрессией в адрес полицейских. Тут, в Брюсселе, в ноябре. Полиция тогда арестовала десятки молодых людей. Теперь пришло время суда. Для троих участников беспорядков прокуроры запросили от двух до трех лет тюрьмы. Одному вменяют, кроме бросания камней полицейских, грабеж машин. Второй, 18-летний, кроме прочего, поджег фургон. А третьего засняли камеры наблюдения, когда он обворовывал ночной магазин. Пока хозяин прятался в маленькой боковой комнате, группа опустошила магазин. Это четко подтверждают кадры с камер видеонаблюдения, на которых можно узнать Мохаммеда. На этих фотографиях он в кроссовках, которые были найдены у него дома во время обыска. Провоцировать драки в местах скопления людей, а потом, на фоне беспорядков, грабить. Такой была основная тактика подозреваемых. 11 ноября, после матча, в котором победили марокканцы, из-за беспорядков пострадали 22 полицейских. 16-го опять был погром во время митинга. Задержали около сотни человек. А через неделю ситуация повторилась. Городские власти решили усилить присутствие полиции. Военные и полиция на улицах города после терактов в аэропорту и метро в марте 2016-го уже привычная картина. Но ситуация налаживается. Отельный бизнес отчитался о росте загруженности за последний год. А министр внутренних дел на днях заявил. В ближайшие месяцы уровень террористической угрозы в Брюсселе надеется снизить с 4-го самого высокого уровня до 2-го. Из Брюсселя Елена Абрамович и Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. В Нью-Йорке загорелся небоскреб Трамп Тауэр. Это личная резиденция Дональда Трампа. Пожар начался на крыше на высоте 200 метров в результате короткого замыкания. Эвакуацию проводить не понадобилось. Огонь был потушен за считанные минуты. Сначала местные СМИ уверяли, что обошлось без жертв. Позднее они сообщили, что во время пожара пострадали два человека. Сам Трамп в это время отсутствовал. Пожар начался в 7 утра. Службы охраны президента заметили дым, который шел с крыши. Позже обнаружили пламя в вентиляционных отсеках. Среди пострадавших пожарник. На него упали обгоревшие огонь из зданий. Еще один техник, который отравился угарным газом. Сейчас с ним все в порядке. Германия утопает после ливни и таянии снега. Из берегов вышли реки. Наиболее критическая ситуация на Рейне. Как немцы борются со стихией? И сколько еще продержится такой высокий уровень воды? Узнаем от Татьяны Лагуновой. Затопленные жилые кварталы и барьеры из мешков с песком. Такие кадры приходят сегодня из Дюссельдорфа и Кёльна. Уровень воды в Рейне достиг критической отметки свыше 8 метров и продолжает расти. Судоходство по реке остановлено. Не ходят как грузовые, так и пассажирские корабли. Сейчас уровень воды в Рейне 8 метров 75 сантиметров. И он поднимается в среднем на сантиметр в час. Мы ожидаем, что сегодня достигнут максимум и потом вода пойдет на спад. Наводнение спровоцировал ураган, который пронесся по Германии на прошлой неделе. В стране несколько дней шли сильные дожди, которые привели к повышению уровня воды в реках. И не только в Рейне, но также в Дунае, Мозеле и Сааре. Дома, которые затопило, находятся прямо возле Рейна, в зоне наводнения. Люди, которые в них живут, перебрались на верхние этажи. Мы доставляем им все необходимое. По прогнозам экспертов, вода пойдет на спад через несколько дней, если, конечно, снова не польют дожди. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В правительстве Польши грядут изменения. Отправить в отставку собираются не менее пяти министров. Имен пока не называют. По словам вице-спикера польского парламента, некоторые назначения и отставки всех очень удивят. О перестановках премьер-министр Матеуш Моровецкий объявит уже завтра. Таким образом, Варшава хочет наладить отношения с Брюсселем. Они испортились из-за судебной реформы, которая, по мнению ЕС, может уничтожить независимый суд. Турецкие власти намерены продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Об этом заявили в правительстве. Режим ЧП ввели в Турцию после попытки переворота в июле 2016 года. Изначально он был запланирован на три месяца, но каждый раз его продлевали. Таким образом, в режиме чрезвычайного положения эта страна живет уже около полутора лет. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС резко критикуют это решение властей, так как, по их мнению, это угрожает правам и свободам граждан. Действие чрезвычайного положения будет продлено. В начале такое решение должен рассмотреть Совет национальной безопасности. И только после этого его обсудят на заседании Кабинета министров. Поэтому вопрос будет на повестке дня на следующем заседании Совета национальной безопасности. У Венесуэлы появится собственная криптовалюта, обеспеченная нефтью. Президент Николас Мадуро распорядился о выпуске первых 100 миллионов Петро. Из-за проблем, связанных с гиперинфляцией, жители этой страны практически потеряли доверие к национальной валюте Боливару. Это привело к росту популярности криптоденег. Один Петро будет на минуточку равен одному баррелю нефти. 50 оттенков черного в Лос-Анджелесе в 75-й раз раздали золотые глобусы. Почему красная дорожка этой так называемой репетиции Оскара в этот раз не пестрила разноцветными нарядами? Зачем звезды надели Total Black? Расскажут наши корреспонденты. Красная дорожка в черном. Именно такой запомнится юбилейная 75-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». В этот раз на традиционное вручение призов в отеле «Беверли Хилтон» в Лос-Анджелесе многие деятели киноискусства пришли в черных нарядах. Знак протеста против сексуальных домогательств киноиндустрии. То, что вышло наружу в течение предыдущих нескольких месяцев, все эти секс-скандалы, было таким черным и отвратительным. Надев черным, мы хотели показать, что назрела необходимость реальных перемен. Так больше продолжаться не может. Многие, кто столкнулся с подобным в кинобизнесе, не хотят об этом говорить. Я сама оказалась в подобном положении много лет назад. Каждый ждет подходящего момента, и он настал. Очень важно, что мы говорим об этом и поддерживаем друг друга. Что люди осознают, что это неприемлемо. Уже во время церемонии правозащитную риторику продолжили Гэри Олдман и Фрэнсис Макдорманд. Олдмена признали лучшим драматическим актером за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». А Макдорманд получила такой же приз за роль в картине «Три билборда» на границе Эббинга, Миссури. Сам фильм удостоили «Золотого глобуса» за лучшую кинодраму. Многие здесь присутствующих знают, что обычно я держу свои политические взгляды при себе. Но сегодня не в силах скрывать, что чрезвычайно рада быть частью тектонических изменений в нашей киноиндустрии. Я очень горд тем, что участвовал в создании фильма «Темные времена». Эта картина воочию демонстрирует, что слова вместе с действиями способны изменить мир. И, о боже, как он сейчас нуждается в переменах. В комедийном жанре лучшими стали Джеймс Франко, сыгравший в фильме «Горе-творец», и Сирша Ронан, исполнительница главной роли в «Леди Бёрд». Больше всего наград в телевизионных категориях, целых четыре, получил телесериал «Большая маленькая ложь». В частности, сыгравшую в нем Николь Кидман признали лучшей в этом жанре. Екатерина Кровец, подробности, телеканал «Интер». Почему ехать в Австралию сейчас не лучшая идея? Сколько Брэд Питт готов заплатить за просмотр «Игры престолов» с Дейнерис Таргариен? И как выиграть в лотерею миллион долларов? Обо всем этом прямо сейчас. Американцы вывели на орбиту секретный спутник. Миссию государственной важности поручили космической компании Илона Маска SpaceX. Ракета-носитель Falcon 9 со спутником Zuma стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида в 3 часа утра по Киеву. Через 8 минут многоразовая первая ступень носителя благополучно опустилась на специальную посадочную площадку. Какие именно функции выполняет спутник, не уточняется. В ноябре в американских СМИ сообщили, что Zuma якобы принадлежит Национальному разведывательному управлению. Однако агентство эту информацию опровергло. Ад на земле. Австралийский Сидний буквально плавится от жары. Воздух там прогрелся до 48 градусов по Цельсию. Поэтому на местных пляжах аншлаг. Если австралийцы уже привыкли к таким погодным явлениям, то туристам явно не по себе. У мужчины из Франции случился сердечный приступ во время похода в горы. Техника тоже едва справляется. На некоторых предприятиях пропало электричество. А в нескольких районах не работают светофоры. Беда не приходит одна. Помимо перебоев в работе и задержки сотен рейсов из-за снежной бури в Нью-Йоркском аэропорту Джона Кеннеди, его ко всему еще и затопило. В четвертом терминале прорвало водопровод. Из-за этого все международные рейсы перестали обслуживать. Недовольным таким поворотом событий посоветовали обращаться в авиакомпании. Люди вне себя от негодования. Ведь некоторые находятся в аэропорту еще с четверга. Массовое шествие под венец. В китайском Харбине на международном фестивале льда и снега 34 пары связали свои судьбы на фоне гигантских копий известных мировых шедевров архитектуры. Невесты с красными букетами, а женихи все как один с алыми шарфами. Ведь красный традиционный цвет для китайских свадеб. Впервые массовое бракосочетание в рамках фестиваля провели в 2010 году. 120 тысяч долларов за просмотр «Игры престолов» с самой Дейенерис Таргариен. Такую сумму готов был выложить Брэд Питт на благотворительном аукционе, но проиграл. Стартовая цена на лот, позволяющая посмотреть одну серию телесаги с Эмилией Кларк, актрисой, сыгравшей Дейенерис, составила 20 тысяч долларов. Питт предложил 80 тысяч, а затем сам же поднял ставку до 90 тысяч. Позже к лоту присоединился и сам король Севера Джон Сноу, актер Кит Харрингтон. И градус противостояния повысился. Но как только Питт решился отдать 120 тысяч, как его перебил неизвестный, предложив 160. Житель США выиграл в лотерею более 560 миллионов долларов. Счастливый билет американской лотереи «Пауэрболл» был куплен в Нью-Гэмпшире. Имя победителя пока не разглашают. В тот же день по случайному совпадению еще один американец обеспечил себе безбедную жизнь. Билет, конкурирующий лотереей «Мегамиллион», купленный во Флориде, принес счастливчику 460 миллионов долларов. Общая сумма джекпотов превысила миллиард. Это самый большой одновременный выигрыш в лотерею за всю историю. Большая каледа в маленьком городе. Десятки коллективов встретились на празднике в Вижнице, на фестивале. Впрочем, каледовали не только там. Как звучит рождественская Украина? Давайте послушаем. Вот уже несколько сотен лет так каледуют в карпатском селе Банилов. Наряды на участниках действа не менее старинные, чем сама песня. Кожухи, шапки, вышиванки из натуральной кожи и сукна. У некоторых в руках раритетные колокольчики. Один из символов праздника рождественскую звезду от дома к дому носит глава каледы, так называемый Береза. Зерка из нас символизирует народжение Христа. Зайшла на небе зерненька первая. И принесла звездку радостно всем, что народился мессия новый. И так вот с зеркою ходим каледовать, веселить людей. Старинные калядки сегодня звучат отовсюду. В Вижницу на фестиваль съехались коллективы со всей области. Есть и гости. Эти ребята из Киева. Мы хотели отчути этот запах карпатчика. Мы хотели снигу увидеть, чтобы в Киеве его не так уж и много. Хотели показать в Вижнице наш талант. Самая большая каледа в самом маленьком городе в Вижнице звучит шестой год подряд. Задача руководителей гуртей, которые приезжают на наш фестиваль, чтобы найти какую-то такую колядку старовинную, которую почти не знают. На фестиваль гости приехали не только с калядками. Хозяйки нахваливают свою кутью. Гуртейская пшеница отрозняется от того, что у нас очень в гоноре узвар. И мы ее разбавляем узваром, она дает нам такой запах узвара, фрукты. Христосся рождает, слави мою луку! Христосся рождает, слави мою луку! Праздник каледы провели и в Черкассах. Рождественские песни слушали на Соборной площади. Исполняли их в основном любительские и детские коллективы. Несмотря на то, что погода не рождественская, от глиндвейна и горячего чая все же решили не отказываться. Символ рождвяной радости, символ теплоты. Хоть сегодня не так холодно, знаете, но оно, оно загоривает. И, власне, мы делимся вот этими такими нашими дарами, которые Бог дал, потому что вино – это библийный напит. Чтобы каждое сегодня сердце взвеселилось. Подобные фестивали в Черкассах проводят четвертый год подряд. Участники обещают соберутся и в следующем. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности – телеканал Интер. Это все новости на сегодня. Приятного вам вечера и до встречи завтра.